Добро пожаловать на канал Дом 2 с Глорией Рай. Подписывайтесь на свежие новости телепроекта, оставляйте комментарии и лайки. Сегодня Татьяна Владимировна Африкантова вместе с мужем окончательно вернулись на проект и заехали в Ивдом. По этому случаю Андрей Чуев накрыл поляну, приготовил вкусную еду и позвал своих будущих родственников на обед. Старшая Африкантова безумно рада, что они вместе с мужем снова полноценно проживают на проекте. Женщина в шутку говорит своему мужу, будем вместе с молодыми участниками бороться за миллион, в конкурсе миллион на свадьбу, будем венчаться. Но в каждой шутке есть доля правды, уже никто не знает, чего можно ожидать от Африкантовой. У Марины и Андрея сегодня очень важный день, ребята поехали подавать заявление в ЗАГС. Вот только у Татьяны Владимировны почему-то глаза на мокром месте. Наверное, это слезы радости за свою любимую дочурку. Кстати, вчера не получилось Чуеву Африкантову семейству спровоцировать конфликт и выиграть суд. Семейка вчера пыталась засудить шестерых участников, обвиняя их в зависти к себе. В итоге всех ребят оправдали и не признали виновными. Почти все участники телепроекта отметили это дело шашлыком. А вот Чуев и Африкантовы вчера на суде от обиды оправдывались и орали. В конце начали говорить, что это ведущие их заставляют так себя вести и писать заявление на своих коллег по шоу. Семен Фролов и Руслана Мишина вчера увиделись в последний раз за периметром. По словам Русланы, они расстались любя. Девушка продолжает утверждать, что ее никто не выгонял, изолятором не пугал и рокировки на нее не было. Ей просто нужно разобраться в себе, а Фролов уверен, что Руся вскоре вернется на проект. Только странно получается, если Мишина уверяет, что они расстались любя, так зачем вообще расставаться и уж тем более уходить с проекта? Что-то здесь не чистое, если вы тоже так считаете, ставьте лайк. Кстати, на данный момент Руслана очень хочет остаться в Москве и заниматься там определенной деятельностью, которая принесет ей удовольствие, но чтобы остаться, ей необходима работа. Поэтому девушка просит помощи и говорит, что рассмотрит любые варианты работы. Вчера Алексей Пирогов покинул проект по собственному желанию. Завтра состоятся последние финальные съемки конкурса «Человек года». Финал объявлен традиционным, песенным. Представлен будет концертный вариант шоу, типа съемок клипа в одной локации. Будет весело и танцевально, в стиле 80-х. Богдан Бобрик и Анастасия Волонец продолжают играться. Теперь в свои отношения ребята втянули Черкасова. Во время очередной ссоры со своим бойфрендом Настя сказала, что Андрей ей симпатичен. Теперь в паре Насти и Богдана снова мир, но вот идти на свидание с Черкасовым Анастасии все-таки придется. Но идиллия в паре длилась недолго. Сегодня Бобрика судили на два дня за флирт с другими девушками. Переходите на другие интересные видео на моем канале. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании под видео.